Друзья, привет! Я надеюсь, вы уже занялись упорными тренировками, потому что лето наступит очень быстро, поверьте мне. И мы должны быть в состоянии гордиться своей физической формой. Вы должны быть в состоянии гордиться своей физической формой. В моей тренировочной практике ритм следующий. Я никогда вам об этом не рассказывал, сейчас расскажу. Я тренируюсь весь год, кроме двух месяцев после Нового года. Я делаю это уже несколько лет, и это сложилось в своеобразную традицию. Что происходит с 1 января? Появляется бег в больших количествах, и резко сокращается количество потребляемой пищи. Также я делаю иногда упражнения с весом тела. То есть, условно, мои тренировки становятся такими, какими они никогда больше не бывают. Я даю возможность организму отдохнуть от тех типичных нагрузок, которые ждут его в течение 10 месяцев. Так вот, 1 марта я начал свои уже более стандартные, можно так сказать, тренировки. И сегодня я хочу вам показать ту суперсерию, которую именно сейчас я использую для тренировки грудных мышц. Это будет продолжаться где-то в течение трех недель. Я буду использовать именно эту суперсерию. Она работает для меня, и я предлагаю вам посмотреть сейчас, как я это делаю, и использовать это и в своей программе. Итак, начнем. Первое упражнение – это жим лежа. На жиме лежа сейчас для меня не является целью поставить вес побольше. Моей целью является сделать чисто 12 повторений. Максимально чисто. Так как я знаю, что вдогонку пойдут еще два движения. Итак, жим лежа я выполняю с поднятыми ногами. Ну и, как я уже сказал, с максимально чистой техникой. Ап. Итак, в жиме лежа, какова основная задача? Первое, на чем я фокусируюсь, это правильная техника. Здесь, сейчас, не нужно гнаться за весом. Моя задача – предварительно утомить мышцы в этом базовом движении. В первом подходе я должен сделать 12 повторений. Не забудьте, кстати, в середине подхода поменять ноги, потому что создается некая асимметрия. Нужно выложиться в любом случае. Дальше нас ждут следующие упражнения, но экономить силы не нужно. Оставлять силы не нужно. Именно в этом идея суперсерии. Замучить мышцу в каждом конкретном движении и в следующем движении подключать дополнительные незадействованные волокна. И теперь сразу я перехожу на разводки. Цель здесь подобрать такой вес, чтобы сделать 6 раз после жима. То есть это не вес, с которым вы на свежую сделаете 6 раз. Это именно после жима. И сразу. Ноги на скамье. И поехали. Во время разводок я стараюсь изо всех сил придерживаться правильной техники. Хотя после жима лежа это делать крайне трудно. Друзья, пока вы это не попробуете, вы, естественно, не почувствуете. Но во что бы то ни стало держать классическую технику. Сделать хотя бы 6 раз. И сразу жим, не выпуская гантели из рук. Здесь уже. Друзья, сколько раз у вас получится, столько и сделайте. Вот здесь, ребят, грудь просто кричит о пощаде. И вы должны кричать вместе с ней. Я обычно больше 6 не могу сделать в этой суперсерии, так как я уже пробовал ее пару раз. Будьте готовы к тому, что в следующих кругах ваши повторения будут уменьшаться. Да, тяжело. Взгляд падает на кроссовки и не могу не радоваться. Ребята, обновки это всегда хорошо. Это спортмастер любезно предоставил. В принципе, удобные кроссовки довольно-таки. Ну ладно, друзья, насчет суперсерии. Что хочу вам сказать? Настоятельно рекомендую вам испробовать именно этот рецепт. В течение трех недель без изменений эта последовательность будет работать гарантированно. Я обычно какую-то устойчивую последовательность не использую дольше, чем три недели. Но в течение трех недель я буду долбить именно эту суперсерию. По 4-6 вот таких серий за тренировку. Не чаще, чем раз в три дня. То есть нужно дать грудным мышцам хотя бы 72 часа на восстановление. Именно так интегрируйте ее в свою программу. Но помните, после одного круга вам нужно отдохнуть. Вдоволь отдохнуть. Три-четыре минуты попейте воды, восстановитесь. После этого переходите на вторую суперсерию. Всего 4-6. Все зависит от вашей энергетики в конкретный день. Так что, друзья, пробуйте. Пишите в комментариях свои отзывы обязательно. Но я буду дальше показывать вам то, что я делаю сейчас, этой весной. В рамках попыток улучшить свою физическую форму. До новых встреч. С вами был Денис Семенихин. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok